О новых технологиях оповещения людей в случае чрезвычайной ситуации рассказали сегодня на встрече с журналистами специалисты ведомства по гражданской обороне. События на Кубани летом этого года, где произошло крупное наводнение, показали, насколько жизненно важным может стать своевременное информирование людей о надвигающейся угрозе. Слово Натальи Сегнцевой. Модернизация систем и средств оповещения населения при чрезвычайных ситуациях на сегодняшний день главная задача ведомства. От старых радиоточек на кухне до новых цифровых технологий пришлось пройти довольно длинный путь в несколько десятков лет. Последние годы в системе гражданской обороны Волгоградской области, как и по всей России, полным ходом идет обновление оборудования. Только на 12-13 годы в муниципальных образованиях планируется потратить более 7 миллионов и приобрести 934 новых технических средств оповещения. А в целом по области на этот год мы планируем затратить на это 40 миллионов рублей. Благодаря модернизации узнавать о чрезвычайной ситуации или учебной тревоге жители региона будут при помощи СМС-сообщений. Этот способ в наши дни является наиболее эффективным. Кроме того, оповещать население ведомство сможет на волнах ФМ-радиостанций и с помощью телеканалов. Это, конечно, уже будущее, которое стоит за системой оповещения города и в целом области. Мы переходим с аналогового, то есть на цифровое оборудование. Это, во-первых, у нас там, если кто присутствовал, у нас будут проходить передачи на ИДС. Это очень громоздкое оборудование, да, занимает несколько комнат. Это диоды, триоды, то есть это вчерашний, прошлый век уже. А сейчас переходим на цифровое вещание. Это будет, конечно, очень оперативно, компактно и очень удобно для населения. Обновлять систему гражданской обороны планируют не только способы оповещения людей, но и технику. В муниципалитетах области до конца 2013 года встанут на боевое дежурство 24 новые пожарные машины, два вездехода повышенной проходимости, к тому же в регионе пополнят запасы индивидуальных средств защиты.